Вот и началось наше путешествие в Исландию. Мы в Харьковском аэропорту. С него и начнем. Поехали! Все, багаж сдали. Все свои 10 килограмм. Теперь с ручной кладью поднимаемся наверх. Самостоятельно путешествуем мы уже не первый раз. Мы самостоятельно влетали на Мальдивы. Самостоятельно ездили в Гонконг, Макао. А в этот раз мы решили посетить Исландию. Это наш отпуск. Исландию. Продолжение следует... Исландию. Музыка Спускаемся по эскалатору вниз Выходим из контрольной зоны И идем первым делом в Дьютифри Потому что в самой Исландии Спиртные напитки очень-очень дорогие Здесь мы затаримся спиртным А вот здесь мы заберем свой багаж Дьютифри и багажная лента почему-то очень рядом Ну, мы пошли тариться А там посмотреть Ну что, первый квест мы выполнили в Дьютифри И скупились, багаж забрали Сейчас пойдем искать машину В общем, едем за машинкой Это наша прокатная контора Музыка Да, нелегко оказалось взять машину на прокат Много нюансов Постепенно о всех нюансах расскажем Мы приехали веселиться в первый наш отель Быстренько получили номер Сейчас пойдем посмотрим Какой он Такой у нас номерочек Где кровать и тумбочка Все скромненько Все чистенько Все красивенько Ну, в общем-то, все хорошо Мы уже проснулись На улице светит солнце практически всю ночь Заход 12 Восход 2 с чем-то То есть, все время Все время день Непонятно, как спать Все перепуталось Ну, такая вот погода за окном Была всю ночь Мы уже собираемся Решили выехать пораньше У нас разница с Исландией 3 часа То есть, здесь 5 утра В Украине уже 8 Ну что, 6 утра 6 градусов плюс Посмотрим, как пройдет сегодняшний день Ну что, поехали? Мы поехали Вот он, наш отельчик Где мы ночевали Возле аэропорта Из отеля выехали мы в 6.30 Позавтракав овсяной кашкой Попив кофеек Гиды здесь такие красивые Что можно просто снимать, снимать И снимать, не приставая Вот мы приехали Супермаркет в город Один из самых выгодных Супермаркетов в Исландии Сейчас пойдем за покупками Поскольку продукты мы с собой не везли Нам нужно все купить Чтобы кушать в течение пребывания в Исландии Мы приехали на озеро Кирит Вот уже приехал автобус с туристами Супермаркет в Исландии Посмотрели озеро Кирис Едем дальше Вход на смотровые площадки Там платный Ориентировочно 120 гривен за двоих мы заплатили Мы решили заехать в магазин Кронан Это тоже сеть супермаркетов Недорогих в Исландии Сейчас посмотрим Работают они, кстати, удобнее Чем бонус В 9 и до 8 вечера Вот мы купили тележечки в продуктах И получилась примерно на 100 долларов Ну вот, еще один квест выполнил Купили продукты в супермаркете Скупились в супермаркете Можно ехать дальше Мы с едой на всю неделю Ну, будем пробовать вот такой вот Кир С утра мы собирались заехать в Бонус За продуктами Но Бонус работает с 11 Нам столько времени терять И ждать его открытия Некогда Поэтому мы заехали в Крону Крона работает с 9 утра И до 8 вечера В отличие от Бонуса Который работает с 11 до 6 Так что продуктами мы закупились И едем дальше Посмотрели дроном, поснимали Тяжело идти на верх Тяжело идти на верх Мучаемся, бедные Тяжело идем дальше Крона Продолжение следует... Даже не верится, что два дня назад я была дома, было плюс 30 и вешалась от жары. Итак, пройдя километр, мы на водопад, мы с удивлением обнаружили вот такую табличку и людей, которые не спрашивали. Так вот, нам впереди все дороги закрыты и нам пришлось объезжать, чтобы пройти, поставить машину на стоянку и прийти вот сюда. Ну понятно, сейчас будем разбираться. Чтоб мы были бы немы, если бы не пошли все-таки на этот водопад. В машине его посмотрел, как можно другим путем до него дойти, и вот мы идем к водопаду по другой дороге. Продолжение следует... Ну вот мы и до линии гейзеров. Посмотрим, как там. Да, посмотри, покреемся наверху. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Последняя наша локация на сегодня – это водопад Гюдельфос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok